Не хочу никого обижать. Ну это же Анька из Самары. Ей 63. Вань, ты теряешь хватку. Отлично, раздевайся. Опять? Жарко еще. Да хорош, да хорош. Ух ты. Давайте просто будем пить. Провал. Привет, представься. Привет, меня зовут Владимир Вабон. Я сегодня буду кого-то угадывать, какого-то пола, не знаю даже. Хоккеисты хоть это будут надеть, Вань. Привет, меня зовут Александр Голубков. Кто-нибудь меня, кто-то меня может знать, как блогер на слэпшот. Здравствуйте, я очень старая женщина, меня зовут Ната, и я делаю вид, что я хоккеист и блогер. Всем привет, это Хоккеистик. Я нахожусь в Санкт-Петербурге, Иван находится в Москве, поэтому дистанционно мы снимаем угадайку, и у меня сразу два момента. Первое, у моих соперников в этом выпуске есть преимущество, потому что у них Иван всегда рядом, который может тебе подсказать, намекнуть, у меня этой возможности нет. Окей, готова ли ты угадать этих замечательных подруг своих? Конечно, нет, потому что великолепный, наипрекраснейший ведущий Дефис, автор всей программы Ивана Кейт Регубов, вытащил меня от кружки пеного и заставляет делать ему контент, но сейчас что-нибудь изобразим. Отлично, раздевайся. Опять? А, мне будет подсказывать Кирилл, может быть, это даже лучше Ивана. И второе, я знаю, что в этом выпуске должен со мной соревноваться в оба. И если я ему проиграю, то больше в этой угадайке я принимать участие не буду. Итак, у меня 10 картинок, начинаю с первой. Этот выпуск выпущен при поддержке букмекерской конторы Лига Става, которая является лидером национального рейтинга, а также официальный партнер сборной России по хоккею, генеральный партнер Российской Премьер Лиги и Федерации Бокса России. Мы с Лигой Ставок всем новым игрокам дарим рекордный бонус до 10 тысяч рублей, а по ссылке в закрепленном комментарии акция «Большой куш». Просто делай ставки и можешь выиграть 450 миллионов. Погнали, первое. Россия, вот хотя подсказка есть, что это кист из России. Блин, а можно ближе? А я не... у меня зрение минус 9, можно мне, пожалуйста, вот так вот делать? Ну, давай. Это слишком красивая девочка какая-то. Она могла бы сниматься в дорамах. А я могу так сделать, да? Я узнал! Я узнал! Очень сложно. А можно подсказку? А можно подсказку? Сколько стоит? За сборную играет. Сколько стоит? Сколько стоит подсказка? За сборную играет. Охренеть, подсказка. Такой ты, конечно, друг. Ну, давай, он в этом межсезоне сменил клуб. Я тебе могу назвать 20 хоккеистов, которые в месяц в сезоне сменили клуб. Ну, давайте так. Здесь сразу все просто. Это... это Шипачев. Здесь все, ну, прям, максимально просто. А какой-то приз есть в этой игре? Нет. А пока? Приз будет... Обыграть Стига слабо. А чего он ответил? На 2? Он ответил почти на все. Жарко, девчонка, какая-то. Кстати, очень симпатичная девушка. Вот что я могу сказать. Из Авангарда нет? Нет. Темные тона. Нет. Авангард темненьких только берут. Я имею в виду вокруг. Темные тона. Мы видим на заднем плане армейские звезды. Слушай, я смотрю, сзади есть... Не флаги, вот эти стучалки ЦСКА. Слушай, это воротарь? Так, ладно, давай подсказку. Россиянин? Да. Так, причем... Но он сейчас сыграет в НХЛ, если че. В НХЛ. Да, но русский. В НХЛ? Да. Подожди, неужели это может быть кучером? Его очень хорошо знаешь. Прям очень. Насколько близко? Прям очень близко. Прям очень близко? Прям очень близко. Надо телефонных книг открыть. Прям очень близко. Но это, мне кажется, что это Сорокин. Серьезно? Да, я поэтому... Это Сорокин. Только здесь он не кучерялый. Ах, Ваня хитрец. Давай я... А можно я пропущу, а потом вернусь к этому варианту? Ну, давай, попробуем. Давай, давай. Потому что что-то сейчас даже мыслей никаких нет. Ты его даже упомянула сегодня за столом. Сорокин? Да, это Сорокин. Бля... Серьезно? Нет, я шучу, конечно. Да ясно... Не, ну правда... Это Сорокин, Сорокин. Ну, слишком красивая женщина получалась. Вот, видишь, как классно. Видишь, какая у тебя подруга была в Новокузнецке классная. Подруга? Мне кажется, Илья Игоревич будет недоволен. Если его кто-то обзовет подругой. Опа-на... А это, я знаю, кто это. Знаешь, кто? Это это... Сара Джессика Паркер из Сорокинга. Ну, такая Милфа, да? Очень мощные кисти. Это защитник? Нет, это нападающий. Такие характерные черты лица. Честно, я забыл фамилию, но хотя бы кивни головой. Помните, в журнале снимался Брэйн Бёрнс и второй с бородатыми, когда они были голенькими и прикрывали свои достоинства рукой. Ну, тут просто такие явные скулы. Это он. Блин, да воз. Это вообще любимый мой стадион. Я кубок Шпенглера играю постоянно. Я знаю эту арену просто. Я специально подготовлен к тебе. Да ладно? Блин. Ну, на самом деле сложно. Не обращая на форму внимания, он сейчас играет в НХЛ. В НХЛ? Да, да, да. А это вот чисто так, знаешь, как-то залетал он на чуть-чуть, ненадолго. Имя у него такое, короткое еще. Ты там знаешь, тут коротких времен, там у всех короткие. Имя, это вот у нас огромное, а там что нет, это Шмидт, Браун. Зовут его Джо. Да нихрена я не знаю, кто это. Джо? Легенда, Сан-Хосе. Я просто не помню сейчас сходу фамилию. А не тортом ли это? Да. Блин, точно, тортом. Приди, я просто подумал, но без бороды вот он так будет выглядеть или нет? Да, это он. Как так угадал? Ну, я говорю по чертам лица, и мне показалось, что вот если представить его без бороды, то вот это вот что-то похожее. На дне рождения задувают свечи на чем? Тортон, Тортон. Это Тортон, точно, все. Вот это я не знаю. Джо Торнтон. Кто это? Нападающий. Клоп. Сейчас я, кстати, не знаю, был в Торонто, потом куда-то перешел. Много лет играл в Сан-Хосе. Какого года рождения? Не знаю. Вот и все, блин. Ну, че ты мне тогда рассказываешь? У него такая борода. Ну, такая женщина меня не устраивает. Блин, тоже нет вариантов. Так, давай еще мотнем чуть вперед. Ну, я хорошо иду. Все честно. Все честно? Честно. Честно, все честно. Так, кто это может быть? Начнем, давай, с нагрудника. Нагрудник не признал. Низкие потолки, иностранная надпись. Это тоже НХЛ, да? Да. Да, он играет национальный хоккейный. Это русский. Русский. Кто так улыбается? Надо вспоминать улыбку. Да, улыбка очень известная. Да. А кто так улыбается у нас? Вань, ты теряешь хватку. Ну, вот ухмылка и нагрудник, это должен быть Кузнецов. Yes! Саша, да. Блин, чуть-чуть лицо. Кузнецов. Ну, тебе это было. Это было Лиззи. Почему? Ну, глаза и черты лица. Ну, вот скулы, наверное. Улыбка. Ну, что-то вот это все прям. Это Женя. Так, отлично. Ну, здесь все понятно. Это Кузнецов. Здесь, ну, без вариантов. У меня два любимых игрока. Венхелл Сорокин и Панарин. Это самый веселый хоккеист. Самый веселый? Орлов. Тоже очень веселый. Ты что, хочешь сказать, что Дима не веселый хоккеист? Нет, веселый, но этот намного веселее. Кузя? Ты меня спрашиваешь? Это Кузнецов? Это твой ответ? Это Кузнецов. Да? Да, да. Ну, ё-моё. А я говорила, что со мной будет самый отвратительный выход. Не тяни руки, я буду рыбоваться Кузнецовом сидеть. Не хуже. Ух ты. Ух ты. Такая надменная девка какая-то, да? Анжелина Джоли. Представляешь? Нездалека реально прям Анжелина Джоли. Да, она в возрасте. Постарше меня будет. Ей 63. Это реально сложно. Я просто пытаюсь смотреться в глаза. КХЛ. Я даже команду предположить не могу. Играл в Динамо. А сейчас за Бугром или здесь? Сейчас. Ну, вот он закончил. Нападающий хотя бы? Нет. Защитник. Еще знаю. Войнов. Тогда не знаю. Сдаюсь. Слушай, я честно пальцем в небо. И я тут даже скорее отталкиваясь от Вани. Может быть это Миронов с Динамо? Нет? Нет, к сожалению. Блин. Если из возрастных, у нас очень мало игроков. Он играет до сих пор или закончил? В этом сезоне закончил. Тогда это Еременко. Точно? Да. Ну так похож или нет? Нет. А ты Еременко. Он вообще не похож. Как я тебя развожу, да, на подсказке? Смотри. Ну Еременко. Блядь, подсказал как тебе, да, хорошо? Тогда Еременко. Слушай, ну девка, он более дерзкая, чем... Чем бы, да. Да, приятнее. Такая неприступная дама. Это сложно. Это реально. Провал. Очень забавно смотрит такой волевой подбородок, такой ручище. И вот такой... Ёпты. Да... Блин, не хочу никого обижать. Ну это прям трансвистит какой-то. Извините, я знаю. Че, че, не нравится? Вообще нет. Абсолютно. Мы сейчас в бар пойдем с такой, не познакомишься? Нет, 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 нет. Стэнли Кап. Это, значит, кто-то из анхайловцев. Да. Это русский. Нет. До свидания, я сразу не знаю. Ну давай. Ну правда, я не знаю. Самый высокий игрок Инхайл выиграл. Известный хоккеист очень много лет играет в Инхайл. Даже так, да? Да. На уровне Тортона, скажи. Да я понятно, что это кто-то из... До сих пор играет. Блин, звезд. Ну блин, пока сложно. Сложно? Ну давай дальше. Тоже такой большой, вот как ты. Харо. Тогда Харо. Тогда должен быть Харо. Почему он? Ну, вот ты мне сейчас сказал, начал вспоминать больших. Кто долго играл, кто закончил. Но это похож на Харо. Единственное, что... Вот руки не Харо. Какой-то более здоровые руки. Ты знаешь, что мой высокий игрок Инхайл? Скажи, скажи. Кто? Шаро. Кто? С Дэна Харо, давай. Вы чё? Вы чё меня топите все сидите? Давай, да. Это СДэна Харо? Да. Тут как... Да-да-да-да-да. Очень запоминающиеся черты лица. Ой, на самом деле, очень похож данный человек на актрессу, которая снималась в каком-то диснеевском фильме. Принцесса какая-то. Принцесса. Тут болевые подбородки, конечно, такие девчонки, которые из Таиланда, да? Такая, не особо девчонка такая. Ну... Очень похоже на черты россиянина. Это русский, да? Да, очень похоже на то, что по лицу, как бы, видно, что это отечественное, нашего производства лицо. Вот. Но вот кто это? Играет в КХЛ. Нападающий. Все, я не знаю. Это все вопросы. Слушай, я тебе... Я предупреждала с самого начала, что я не знаю ни хрена. Я тебе говорю, кто это? Слушай, я правда не могу сказать. Иван Тилейдер. До свидания, город Новокузнецк. Я бы назвал Тимили. Блядь, Сань, ну да. Подбородки выдают. Хорош. Олимпийский чемпион. Прикольно. Прикольно. Круп сужается, но намного, намного, намного легче. Мне не стало. Круп снова сузился. Так, так. Гусин. Нет. Блин. Окей, двигаемся дальше. Ну, тут все понятно. Это Телегин. Сеня, да. Это легко. Остин Мэтьюс. Правильно же? Нет? Нет. Не Батис, стой. Я знаю, это человек. Подожди, кто это сейчас. Ха, секунду. Давай сделаем вот так. Программа не сладо изменила. И... Мало того, что я тупая, я еще и не вижу ни хрена. Кубок Стэнли Браун. Понятно. Ну, Гусев это, елки. Нет. Да, это Гусев. Нет. Нет? Нет. Но это русский. Блин. Ну, ты мне моргни, когда там что будет известно. Я сейчас себя не прощу, если я сейчас не вспомню. Я вижу лицо конкретное. Я знаю, кто это. Это играет за рубежом. Травмировал плечо регулярно. В музыкальном клубе. Диджей наш. Пока говорил, фамилию забыл. Кучеров, елки-палки. Какой Кучеров? Тарасенко, блин. Я, прикинь, я хотел сказать Тарасенко и говорю Кучеру. Конечно, Володь Тарасенко. Все. Полугода я гадал, но хоть вспомнил. Тарасенко? Да. Тарасенко. Хорош, хорош. Тарасенко. А можно мне этот балл засчитать, пожалуйста? Здесь группа поддержки. Не имею стороны. Подписчики, напишите, пожалуйста, можно ли ей засчитать за эту балл. Засчитывайте мне, пожалуйста, все. Теперь, чем будет дальше? Ну, Ваня, ну, Ваня, ну, Ваня, ну, ты что, ну, это... Ну, кому-то вы не уважаете. Да, это Тарасенко. Это Тарасенко. Нет, нет, хватит. Давай, сама покажу. Ну, почему вы такие душные? Очень известные. Очень известный. Галкипер. Врата. Ох, ты как интересно. Ёпт. Ну, это же... Это же Анька из Самары. Которая тебе скинула люцца, да? Да, да. Я помню, я люцца скинула, да. Так, круглолицей. Очертание лица приложение не меняет. Я вижу, что это NHL. Ну, я могу просто назвать фамилию, вот в чем дело. Блин, вспоминаю, вспоминаю. Антошу худобен. Нет? Блин. Next. Вот, ну, сейчас он похудел, кстати говоря. То есть, это фотка старая. Он очень похудел. Ну, да. Причем так нормально подсушился. Я знаю финна одного, который выглядел плановато. Всегда. А оказывается, просто мне такое лицо. Нет, ну, слушай, нет, не могу. Не знаю. А давай. Российский игрок. Бобровский? Это... Окончательный ответ. А, это Бобровский. Я, знаешь, как поняла? Как? Слишком широкие плечи он во вратарской. На вратарском нагруднике стоит. Высоко. Тут же очень ни хера не видно. Высоко, посмотри. Волосы лежат выше, нежели чем у полевого игрока. Он во вратарском нагруднике стоит. Нормально, ты. Только поэтому. Ну, ладно, давайте. Это Бобровский. Это Бобровский, Сережа. Да. Милше тебя. Это мой жанр пошел. Да, твой жанр. Старушки. Старушки иду в бой. Все, как я люблю. Нет, если вам 16, вы тоже можете мне написать. Ну, почему нет? Это уже возраст согласия. Но 135-я статья. Там всего 400 часов исправительных работ. Как ты хорошо знаешь. Ёпта. Это. Это. Ну, Пенелопа Круз, не знаю. Причем я специально уровень делал такой, как бы, средний, знаешь. Подожди, а там есть уровень выбора? Нет, нет, нет. А, ты говоришь игроков? Это я сам подбирал. У это, как бы, делай ставку на Александра Голубкова, который, чтобы прям ноли у него не было. Знаешь, вот какие-то эти. Блин, ну все равно. Ты что-то хочешь сказать, что это очень сложно. Я не знаю, блин, ну как, ну кто ты такая? Вообще хороша. В твоем вкусе, да, Сань? Да, блин, какая сможет какая-то. Огонь, баба. Жалко, все тело не переделывалось. Знаешь, был помештать еще. Я вот здесь даже, вот если по Тарасенко это было видно по чертам лица, здесь, ну это действительно как будто женщина. То есть это не переделанная фотография мужика. Это просто конкретная женщина. Извини, я не знаю, кто ты сейчас пока. Я не про тебя говорю, я про фотографию. Так, что можно сказать? Ну, это стопудовый иностранец. Есть. Стопудовый иностранец, ну стало быть, НХЛ. Ну, раз ты в него показываешь, он должен быть прям гиперпопулярный. Ничего не показывать. Да, все именно так. Это, скорее всего, любитель как раз молоденьких красавиц. Яромир Ягар. Да, Саш. Слушай, Ягар? Ягар? Ягар. Ну, ну да, 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 да. Здесь так сначала, так, стоп, потом присматриваешься. Да у меня получается 9 из 10. Нет, Вань, да даже предположений нету. Играл в России. Ярамир Ягар. Ты угадал. Да хорош, да хорош, Ягар. Ярамир Ягар. Ну, может, надо действительно что-то в лице такое. Ну, просто эти бороды, когда ты видишь и представишь, просто без бороды. Мне кажется, меня сейчас, убери у меня бороду, я вообще другим человеком буду. Ну, мне кажется, это Ягар. Да? Ярами. Ягар? Yes. Ягар? Yes. Ягар? Yes. Серьезно? Да, да, да. Сложно. Хотя, кто знает? А, Ксения Бородина. Изи. Да, наверное. Ну, похоже, ну, посмотри, ну, прям Серьезно Бородина, пошла фотографию, вот так вот издали, дом 2, она в начале только, мы на лобное место идем. Я что-то немного знаю о казахских хоккеистах и в казахских полях. Думаешь, это Казахстан, да? Похоже. Ну, похоже. Ну, может, Дакистан какой? Маникюра нет. Маникюра нет. Это плохо. Это минус, да. Ну, какие поля, какой там маникюр? А что это думаешь? Через час, но этот маникюр в полях превратится. А ты думаешь, корове приятно, что ее не на маникюренными руками теребят за сосочки? Он выставлял эту фотку в инстаграме у себя? Да. Бля, походу на тебя не подписан, брат, а прости. Не, Ваня, я сдаюсь. Здесь даже предположений нет. Клубка Хэл. Клубка Хэл. Отличная подсказка. Клубка Хэл. Играй хоккей, да? Да. Наверное, как и хоккеист. Вряд ли он, да? Помощник, так сказать, носильщик. Коров. Коров и палок. Слушай, ну, я не знаю, но давай попробуем. Это, это Яковлев. Вообще налево. Да. Причем вот это вот его, тут понятно, да нет, вот это расправленные плечи, тут прям видно. Скорее вот это вот позирование его. Он всегда его как-то фотографирует, только он все-таки капитан, лицо клуба. Какая у вас неинтересная рубрика, Иван Дмитриевич. Да. Ужас вообще. Это скучно. Давайте просто будем пить. Да кто ж ты такой-то? И почему костюмчик-то не поменялся? Он в этом костюме был? Не, ну слушай, там же все же Ванхайл в костюмах. Не, понятно, но я именно костюмы не делал. Не, 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 костюмушку только лицо. Только лицо меняется, правильно? Да. Блин, на заднем фоне реально попал, ползевшую на льдинью. Давайте мы лучше разгадаем, кто вот это на фотке. Вообще хазан. Мне кажется, он в ахере. Так, пиджаки, это самое, играет Ванхайл, ну а клуб какой хотя бы? Трудно сказать? Да? Не могу сказать. Трудно сказать. Я тебе скажу, клубки сразу угадаешь, скорее всего. Да? Значит, ну там, ну там немного русских. А в каком клубе немного русских? Давай всех пропустим. Давай подсказку, у него еще брат есть. Тоже хоккеист. Тоже играет. И тоже Ванхайл играет. Да. И он русский. Да вы сейчас ума сошлись, что ли? Два брата русских сейчас, и Ванхайл играет с хигнистом. Да, он таков. О, подожди, я что-то плю, похоже. Так, ну что, есть попытки? Секунду. Ты меня торопишь. Я же женщина, мне нужно время. Я не могу, как вы, и пошел. Да, по три минуты, конечно, видишь, все за три минуты отстреливались. Ну вот так это мужики за три минуты, конечно, вы отстрелялись и пошли довольные. Мне, чтобы подготовить, да? Да, у нас, видишь, с тобой, насколько немножко получилось, неожиданно. Угу. Что, туплю? Я не туплю, я сейчас вспомню, как этих братьев зовут. Их зовут Свечников. Да, да, слушай, ну все. А я не могу спать, а Свечников? Не Свечников? Не Свечников? Ну, я не знаю, как что ты скажешь. Я бы сказал Свечников. Колдобин? Нет. Сергачев? Нет. Я буду все перечислять просто. Романов? Это Андрей Свечников. Ой, ну не похож вообще. Да, да, да. Вот скажи мне, похож на Свечникова? И Каролина Свечников. Вообще, без шансов. Терминатор просто. Просто терминатор. 11 из 12. Либо у меня сегодня очень удачный день, потому что до этого мы только что сняли 4 обучающих видео на канал. Кто тебе больше всего понравился? Сорокин. Сорокин. Ну, он прям бусинка такая. Второе место кто? Шипачев. Так, и третье? Бобровский. Бобровский. Да. Три твоих топчика. Да. Я надеюсь, что я лучше, чем Бобон, и мне этого будет достаточно. Вот, наверное, да, я конец, скорее всего. Ксения Бородина прям вылитая. Букстать туда. Очень похоже. Прям очень похоже. Прям похоже на девушку. Остальные все как-то... Ну, давай еще раз вернемся. Ну, нет. Остальные все-таки есть. Ну, вот это вот, я сказал, Анджелина Джоли. Это кто у нас? Это... Ереминка. Ереминка, да. Ну, здесь сложно. Пусть такой смешной. Ну, это, кстати, тоже сидит. Более-менее симпатично, да. Два варианта. Супер, ну что, как тебе нормально? Ваня, это вообще здорово. Я очень хотел этим поучаствовать. Но сколько получил троих ответов? Надо посчитать. Пять, по-моему. 12 всего? Пять угадал. Пять. Блин. Голубков, ты до свидания сразу понятно. А Стик, не дай бог ты меня обгонишь. Не дай бог. Кто тебе понравился больше? Честно говоря... Модели. Блин, ну... Это очень скользкий вопрос. Я скажу так. Кого было сложнее всего? Сложнее всего это был... Были вартари. Это Сорокин. Это Ереминка. Все остальное. Ну уж прям ярко выраженные черты лица. Ну, третий, наверное, все-таки Ягар. С Ягаром тоже можно... Не с той ноги встать и не узнать. Спасибо тебе, Ната, большое. Да, всегда, пожалуйста, из тебя две банки пива. Ты это помнишь, да? Поэтому иди давай. Так, значит, что я могу сказать? Ягар хорош. Ага. Так. Ну, нет. Давай топ-3. Ягар. Нет, как топ-3. Ягар на первом месте. Ага. Так, это мы пролистываем, пролистываем, пролистываем. Смешная девушка. Ягар на первом. Так, ну-ка назад тогда. Давай. Ну, тогда Кузнецова на втором. Все. Вань, и все зрители канала «Все хоккей». Было все максимально честно. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Это была не самая сложная угадайка. Поэтому, Вань, давай-ка там попыхти немножко, что ли, поработай. Задай, да, какую-нибудь там сложненькую задачку. И я очень надеюсь, очень надеюсь, что я в обуну надрал задницу. Кто еще в этом видео будет со мной соревноваться, вам просто привет. Все. С вами был Хоккей Стик. Хоккей сердце.